всем привет сейчас в самом разгаре сезон клубники и конечно же многие уже приступили к заготовкам на зиму этой нежной ароматной ягоды я сегодня готовлю густой ароматный клубничный джем с леокоцитрусовой кислинкой без дополнительных загустителей хочу показать один из способов при котором во время варки выделяется максимальное количество пектина из ягоды и джем получается густой и плотной консистенции особенно после остывания чем дольше он хранится в прохладном месте тем гуще он будет становиться я взяла полтора килограмма клубники которые хорошо промыла в большом количестве воды откинула на дуршлаг и только после этого срезала все чашелистики просушивать бумажным полотенцем не обязательно ягоды нарезаю кусочками хочу обратить внимание на выбор ягоды так как от этого зависит вкус джема рекомендую брать спелую сочную и сладкую ягоду для джема можно использовать перезрелый и даже слегка мятый но ни в коем случае не испорченные или гнилые ягоды иначе можно испортить все варенье так как долго такое варенье хранится не будет я порезала клубнику средними кусочками если вы не планируете пробивать блендером то рекомендую нарезать ягоды кусочками поменьше чтобы они успели развариться и размягчиться для джема мне понадобится порезанная клубника 750 граммов сахара и 75 миллилитров воды комнатной температуры или 5 столовых ложек то есть я беру пропорции на один килограмм ягоды пол килограмма сахара хотя для джема можно брать сахара даже меньше также мне понадобится сок половины лимона или три столовые ложки 5 литровую кастрюлю вливаю воду лучше кастрюлю брать с высокими бортиками так как джем во время кипения сильно увеличивается в объеме включая огонь выше среднего у меня семерка из девяти засыпаю всю ягоду сахар пока не добавляю буду бланшировать при сильном кипении 10-15 минут для того чтобы выделился собственный пектин чем дольше проварите ягоды в собственном соку тем больше выделиться пектина и гуще будет сироп к тому же ягода вначале проваренная без сахара лучше сохраняет свои вкусовые качества и аромат так как целостность ягод мне сегодня не нужна поэтому смело перемешиваю лопаткой не боясь повредить ягоду обязательно помешивайте чтобы ягода не пригорела лучше делать это деревянной лопаткой через пять минут ягода выделила сок огонь по-прежнему сохраняю выше среднего ягода должна хорошо кипеть кстати таким способом можно варить джемы из разных ягод и фруктов прошло еще пять минут появилась пена но пену в начале варки я не снимаю даю ей возможность сделать более плотной после 10 минут бланширования немного убавляя огонь до среднего и перехожу ко второму этапу это добавление сахара и уваривание джема до желаемой густоты сахар обычно добавляю в 3-4 приема небольшими порциями так он быстрее растворяется после того как засыпала первую часть сахара начинаю постоянно перемешивать чтобы джем не подгорел засыпаю вторую часть сахара увеличиваю снова огонь до семерки чтобы быстрее выпаривалась влага при этом обязательно нужно перемешивать засыпаю последнюю часть сахара в итоге весь сахар я добавила в течение первых 10 минут кипение стало более интенсивным и джем начал увеличиваться в объеме после добавления всего сахара даю покипеть 10 минут и начинаю снимать пену пена это скоропортящийся белок она может содержать остатки мелкого мусора пыли соринки из сахара или ягоды то есть снятие пены это очищение варенья или джема от ненужного мусора который может привести к меньшему сроку хранения тем более что клубника ягода достаточно капризная прошло 20 минут с начала процесса уваривания пока снимаем с огня классический вариант любого джема это тот в котором присутствуют кусочки ягод или фруктов джем не пробивается блендером и тем более не перетирается через сито это уже называется повидло но я сегодня немного отойду от классики и все-таки буквально пару минут пробью блендером так как долго вываривать джем я не хочу но хочу немного измельчить кусочек однородности не добиваюсь возвращаю джем на плиту продолжаю его уваривать до готовности еще минут 10 температуру выставляю среднюю на данном этапе добавляю сок половины лимона лимонный сок в первую очередь это хороший натуральный консервант также он придает ароматную цитрусовую кислинку джему и делает цвет более ярким не забываю постоянно помешивать и периодически убирать вновь образовавшуюся пену джем стал уже плотнее более густой консистенции поэтому будьте аккуратны могут разлетаться брызги но крышкой прикрывать нельзя так как должна выпариться жидкость в итоге на уваривание джема с сахаром у меня уходит 30 минут не рекомендую варить джем более 30 минут так как чем дольше он варится тем больше теряет свои вкусовые качества и еще не допускайте чтобы джем у вас начал сильно менять цвет если джем станет намного темнее значит вы его уже переварили прошло 10 минут джем готов даю ему немного остыть я не разливаю варенье и джема по банкам в горячем виде сразу после варки так как на крышке и горлышке образовывается нежелательный конденсат джем остыл до теплого состояния разливаю его по банкам у меня получилось три баночки по пол-литра джем получился очень ароматный в меру сладкий с цитрусовыми нотками храню джем всегда в холодильнике чем дольше он будет стоять в прохладном месте тем гуще будет становиться закрываю винтовыми крышками банки не переворачиваю обязательно попробуйте приготовить джем по такому рецепту всем желаю приятного аппетита и и и и и и и и